Итоги 2017 года подвел Координационный совет по охране окружающей среды. Какова экологическая обстановка в городе, расскажет Мария Воробьева. Активную работу по озеленению города ведет Центр семейного творчества «Я самость». В копилке общественников проекты «Дерево семьи», «Малая родина» в детских садах. С 2009 года Приморский парк буквально расцвел. Там появились дубовые и кленовые рощи, березовая аллея. В рамках проекта «Фамильное дерево» выращено более 200 кедров и лиственниц. Сейчас организация объявляет новую акцию. Северодвинцев ждут с кустами шиповника. 19 мая в 10 утра на бульваре строителей. Мы можем выйти туда все дружно и объявить жителям города, что каждый из них может привезти с своего дачного участка или из леса куст шиповника и вместе с нами посадить. Только за, только рядом. Мы готовы в этом тоже, безусловно, участвовать в этих проектах. Ну, то есть лично я имею в виду даже. Пусть там наши вот эти субботники или иные акции, которые на 19 мая запланированы. Игорь Скубенко предложил создать добровольческий центр эколого-просветительской направленности. Что касается водной стихии, предельно допустимые концентрации вредных веществ в 2017 году почти не превышаются. Исключение – озера города. По-прежнему отмечается высокая степень микробиологического загрязнения рефулерных озер, расположенных в черте города. Это озеро на проспекте Труда, Ленина и улицы Железнодорожной. Вода в этих водоемах не соответствует по геническим нормативам, в том числе и по микробиологическим показателям. Качество питьевой воды стабильное. Вспышек инфекционных заболеваний или отравлений специалисты не зафиксировали. Мария Воробьева, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска.